Проблема расселения воронежцев, проживающих в аварийном жилье, одна из острейших в городе. Потому что это связано не только с многомиллионными затратами, но и непримиримой позицией многих из них, не желающих оставлять свои развалюхи и переезжать в новые микрорайоны. Было приобретено 453 новых квартиры в многоквартирных домах микрорайона Шилова, городского округа, город Воронеж. В целом затраты на реализацию третьего этапа составили 750 миллионов рублей. Из них средства Федерального фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства 307 миллионов, средства областного бюджета 173 миллиона рублей и средства городского округа 270 миллионов рублей. Тысячи переселенцев, попавших в микрорайон Шилова в советском районе Воронежа, уже, наверное, избавились от своих предубеждений и увидели перспективы его дальнейшего развития. Комплексная жилая застройка в данном микрорайоне – это современно благоустроенное жилье со всей необходимой социально-бытовой инфраструктурой и в экологически чистом районе занимающем порядка 350 гектаров. Строительство 10- и 17-этажных жилых домов преимущественно новой панельной серии осуществляется с применением передовых технологий в области панельного домостроения, имеющим удобные планировки квартир и качественную стопроцентную отделку. На участке застройки проектом, речь идет в целом о проекте застройки микрорайона, предусмотрены новые объекты социальной инфраструктуры, 7 детских дошкольных учреждений в целом на 1540 мест, 3 общеобразовательные школы на 3672 места, поликлиника, а также современный спортивный комплекс. Территории вокруг каждого дома озеленяются и благоустраиваются. Многофункциональные детские игровые и спортивные площадки запланированы в каждом дворе, а для любителей активного отдыха на территории застройки предусмотрены футбольные поля. Для прогулок с маленькими детьми планируется организовать парковую зону. Кроме этого, для комфорта граждан также запланировано строительство нескольких крупных магазинов. На территории квартала предусмотрены открытые и закрытые парковочные места, и для проезда к жилой застройке будут открыты новые маршруты общественного транспорта. За счет федеральных бюджетных средств предусмотрено строительство детского сада на 220 мест, вводом в эксплуатацию в 2017 году, и общие образовательные школы на 825 мест, вводом в эксплуатацию в 2018 году. Кроме того, в микрорайоне Шилово за счет областных бюджетных средств планируется строительство в 2017 году поликлиники на 550 мест. Третий завершающий этап программы по переселению из аварийного жилья в Воронеже завершается. Из 453 живых помещений у нас расселено 422, в том числе путем заключения договоров мены с собственниками 328 и договоров социального найма 94. Это составляет 93% от, так сказать, запланированных показателей программы. Таким образом, остается нерасселенным 31 живое помещение. Из них дали согласие на переселение в приобретенные квартиры граждане, проживающие в 11 живых помещениях. В настоящее время документы находятся в стадии оформления. На этой неделе мы, в принципе, планируем завершить все мероприятия по заключению договоров. В отношении нанимателей и собственников, проживающих в 8 живых помещениях и отказавшихся от переселения в приобретенные квартиры, в настоящее время рассматривается вопрос судебного порядка о принудительном их переселении. Кроме того, в отношении собственников 12 живых помещений, отказавшихся от переселения, которые не выразили свою волю изъявления, не явились для осмотра приобретенных квартир, нами была проведена рыночная оценка изымаемых живых помещений. И до 13 декабря текущего года нами планируется направить исковые требования в суд о принудительном изъятии живых помещений и предоставлении гражданам возмещения. В целом мы планируем завершить третий этап программы переселения в срок до 15 декабря и сразу же отчитаться о реализации программы по переселению в департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики по Воронежской области. Олег Юрьевич, я прошу проект поручений дополнить несколькими пунктами. Первый пункт, который касается вашего заявления в целом, в целом меня лично не устраивает, и я думаю, что не устроит департамент ЖКХ энергетики Воронежской области, поэтому необходимо подготовить и представить на подпись график завершения мероприятий третьего этапа в разрезе каждого жилого помещения, которое на сегодняшний день у нас еще не расселено, с конкретными датами принятия необходимых процессуальных решений и оформление необходимых документов в рамках этих процессуальных решений с конечным сроком 15 декабря 2016 года. То есть я в эти оставшиеся несколько дней должен четко видеть, в какие сроки, в какие даты у вас по каждому конкретному жилому помещению, которое подлежит до расселения, будут приняты необходимые решения. Также аналогичный график представить для утверждения по четвертому завершающему этапу региональной программы по переселению граждан. Напоминаю, что конечный срок, отведенный на завершение региональной программы по переселению граждан, ограничен датой 1 сентября 2017 года, поэтому и ваш, соответственно, график должен быть ограничен этими датами. Также, пожалуйста, поручительский пункт по поводу необходимости активизации работы по сносу полностью расселенных аварийных домов. Необходимо завершить запланированный снос на 2016 год в срок до 20 декабря. Соответственно, в январе 2017 года подать документы на проведение торгов по сносу МКД на 2017 год. Поскольку я знаю, мы лимиты все обговорили, мы все четко понимаем, что мы должны сносить и в какие сроки. Также управом, пожалуйста, сформулируйте поручение провести инвентаризацию расселенных домов и при необходимости провести работы по ограничению доступа в такие дома до их сноса и отчитаться до 1 января, поскольку эти замечания делают и органы полиции нам и так далее.